Всем привет дорогие друзья и сегодня мы рассмотрим совсем недавно ставших бесплатными лучшие оффлайн карты City Maps To Go, в которых вы сами сможете закачивать нужные вам карты, предотвращая огромный вес приложения. Ну пожалуй для начала давайте разберемся сколько весят сами карты. Карта Екатеринбурга весит 5,3 мегабайта, карта Минска 5,8 мегабайта, ну а карта Москвы 24,3 мегабайта. Нажав на плюсик в правом углу вы получаете доступ ко всем странам, для которых доступны карты, а их кстати очень много. Переходим в Россию и тут мы видим 4 пункта. Пол Мэпс, где будут показаны все карты, то есть города, каунтиз, что в переводе страны, а также республики, края и области. Давайте скачаем карту Питера. Весит она всего лишь 17 с лишним мегабайтов. Сами карты качаются очень быстро, загрузка данной карты занял примерно 10 секунд, после чего пошла распаковка и вот карта готова к использованию. Затем мы можем перейти в наши карты и выбрать там Питер. И вот он, пожалуйста, появился перед нами. Скорость подгрузки карты, конечно же, зависит от мощности вашего девайса. В левом нижнем углу отображается масштаб карты и даже при максимальной отдаленности карты расписаны весьма подробно. Например, указаны номера шоссе и кольцевых, обозначены районы и прорисованы все крупные улицы. Ну а при максимальном зуме показываются все улицы и их названия, дороги во дворах, направление движения транспорта на улицах, железные дороги и даже показываются очертания домов почти во всех крупных городах. Конечно же можно искать улицы, популярные магазины, шоссе, парки и многое другое. Причем много чего будет отмечено на карте, например, аптеки или какие-нибудь торговые центры. Теперь давайте рассмотрим карты Украины. Тут их тоже очень много. Донецк, Чернигов, Днепропетровск, Харьков, Киев, Львов, Одесса. Все тут есть. Ну мы скачаем карту Киева, весит она всего лишь 4,6 мегабайта, загрузка пошла и, как я уже отмечал ранее, она мгновенная. И, кстати, в CityMaps2go используются карты OpenStreetMap, которые вместе с Томтом заменяют гугловские карты в iOS 6. Также на карте обозначены номера домов, остановки автобусов, паркинги, а на наиболее важных улицах даже светофоры. Для Беларуси доступно всего лишь 7 карт. Это Брест, Гомель, Гродно, Могилевская область, Минск и две Минские области. Теперь давайте рассмотрим основные функции программы. Тут можно создавать закладки для различных мест, искать места в определенных направлениях, например, рестораны, клубы, отели, аптеки, школы, автобусные остановки, паркинги, вокзалы, туристические агентства, тренажерные залы, театры, музеи. Абсолютно все. Также есть одна очень интересная функция под названием Википлюс, стоимость которой 3 доллара, но вы сможете попробовать ее бесплатно, которая будет вам давать информацию о различных интересных местах, например, Мавзолей Ленина. Кликаем внизу на текст и у нас открывается полная статья Википедии, которая рассказывает про это место, а также показывает нам картинки. Скачав бесплатный триал, он остается навсегда, так что выбирайте разумно, так как можно выбирать только один город. Можно добавлять места в избранное. Также есть собственная социальная сеть, в которой вы сможете залогниться с фейсбуком или по имейлу, и тем самым вы сможете делиться красивыми местами и достопримечательностями. Мне очень понравилась функция, которая показывает места вроде ресторанов, аптек и магазинов, которые находятся на области карты в данный момент. И хочу отметить, что для этого интернет-соединение не потребуется, так как все закачано. Так что CityMaps2Go лучшее решение оффлайн-карт, и пока оно бесплатное, качайте. Пригодится, если не сейчас, то в будущем точно. Единственный минус – это стоимость Вики Плюс – целых 3 доллара. Но, разумеется, покупка его необязательная, и она понадобится только тем, кто впервые для себя открывает какой-нибудь город. Кстати, купив Вики Плюс, вы сможете его использовать неограниченное количество раз. Ну что же, дорогие друзья, на этом наш обзор подошел к концу. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Также не забывайте про нашу группу ВКонтакте, где вам ответят на все ваши вопросы, связанные с Apple. И Twitter, где я публикую все новости о том, когда выйдут новые видео. Всем удачи, пока!